Монгольские победы при Легнице и Шайё, отстоявшие друг от друга всего на два дня, стали кульминацией западного похода монгольской армии. Сопротивление европейских армий было сломлено, а те, кому повезло уцелеть, без оглядки бежали на запад от свирепой степной орды. Король Венгрии Белочетвёртый, только что потерпевший катастрофическое поражение от монголов, спешно прибыл в Вену, где надеялся переждать ураган из степей. В это время монгольское войско неумолимо двигалось вперёд. Недалёк был час, когда монгольские штандарты окажутся под стенами Пешта, Эстергома и других венгерских городов на Дунае. Европейские хроники того времени перенасыщены информацией о великом страхе, охватившем Европу после прибытия вестей о поражении под Легнице и Шайё. Торговые операции прекратились, люди бросали имущество и покидали насиженные места. Посвященные Римской империи стали распространяться небылицы о степных завоевателях. Одни принимали степняков за потерянные колена Израиля, другие связывали их появление с пророчеством о Гоге и Магоге. Беглецы из Польши и Венгрии рассказывали о монголах как о сынах ада – собачьими лицами, которые издеваются над своими жертвами и питаются телами мертвецов. Столь очевидная и близкая угроза совсем не вызвала в Европе прилива мужества и единения сил. Несмотря на все старания Беллы, его переписка с Папским престолом фактически закончилась ничем. Папа лишь разрешил проповедовать крестовый поход против монголов. Одновременно Беллы обратился за помощью к императору Фридриху II и даже обещал стать его вассалом, если тот поможет Венгрии в борьбе против степняков. Однако Фридрих, предчувствовавший скорую победу над папством, и не думал уходить из Италии. Вскоре он собрал большую армию, которую в июне 1241 года двинул прямиком на Рим. Против монголов Фридрих послал своего тринадцатилетнего сына Конрада, который должен был стать предводителем крестового похода. 19 мая Конрад принял крест в Эслингене, где неспешно стало собираться воинство Христова. Остальные европейские владыки с вниманием смотрели на просьбы венгерского короля о помощи, но с реальными действиями временили. Противостояние с монголами многими воспринималось как дело одной только Венгрии, за пределы которой захватчики пока не выходили. Венецианцы, например, гордились тем, что благородство не позволило им нанести удар в спину венграм, напасть на них, пока Венгрия сражается с язычниками. Венецианский хронист, а впоследствии Дош Андреа Дандолла, писал по этому поводу следующее «Лишь из внимания к христианской вере венецианцы не причинили тогда венгерскому королю вреда, хотя многое могли против него предпринять». Другой ближайший венгерский сосед не был столь изысканным в вопросах веры и чести. Фридрих II герцог Австрии просто захватил в плен несчастного Белу и потребовала выкуп в 10 тысяч марок. Эта сумма значительно превышала стоимость всего имевшегося у Белы имущества, включая драгоценности и корону. Белла мог лишь пообещать выплату в будущем, и Фридрих в качестве залога потребовал у Белы три западных венгерских комитата – Шопрон, Мошен и Пожень. Однако установить свою власть в этих регионах Фридриху так и не удалось. Когда его солдаты овладели Дьером, опустошение сельской местности настолько разозлило местных жителей, что они сожгли лагерь австрийцев и вынудили их покинуть город. В свою очередь жители Братиславы попросту не открыли ворот войскам Фридриха. Все эти события происходили в период продолжавшегося разорения венгерского государства. Но, несмотря на пассивность союзников, разгром королевской армии и исчезновение военных руководителей, сопротивление обычных людей внутри страны продолжалось. Когда отступавшие рыцари провозили через пешт тяжелораненного хорватского герцога Каламана, тот призвал горожан не оказывать сопротивление интервентам и положиться на их добрую волю. Однако жители не последовали совету. Они не открыли ворота и выдержали трехдневный штурм, после чего все были вырезаны. Взятие пешта поставило точку в очередном монгольском блицкриге, результаты которого жарко обсуждались на Большом военном совете чингизидов. Царевичи и военачальники разбирали по полочкам действия различных соединений и командиров. Были отмечены заслуги Шибана, а также старшего сына Батея Сартака, который возглавлял монгольский передовой отряд во время схватки за мост на Шайо. Впрочем, на совете не обошлось и без конфликта. Батый был вне себя от гибели своего племянника Бахату во время неудачно проведенной операции по захвату моста, а поэтому хан вновь упрекнул Субадея в задержке. Биограф Субадея так передает ответ 70-летнего полководца. Джуван, хотя знал, что в верхнем течении мелководья, все равно завладел мостом, чтобы переправиться и сразиться, не узнав, что я в нижнем течении еще не завершил связывание плотов, а сегодня говорит, что я опоздал, и думает, что именно в этом причина. Батый, по-видимому, не решился вступать в спор с умудренным опытом Субадея и позже на Перу признал его заслуги, заявив следующее «Все, что захватили в то время, это заслуга Субадея». Летом 1241 года Батый дал своим воинам небольшой отдых, в течение которого крупных операций не производилось. Вполне возможно, хан ожидал возвращения корпуса Орды и Байдара, весной разоривших Польшу. После победы под Легницей чингизиды направили свои полки в Моравию. О боевых действиях в этих краях сохранилось мало достоверных сведений. Известно, что монголы воевали в районе Апавы и Аламутса. В дальнейшем путешественник Плана Карпини отмечал, что Моравия была разорена на глубину четырехдневного перехода, хотя большинство городов все же остались в целости. Покинув Моравию в апреле 1241 года, монголы приступили к покорению Словакии, являвшейся тогда частью Венгерского королевства. Здесь Орда и Байдар оставались вплоть до декабря 1241 года и даже пытались наладить административное управление регионом. Однако количество воинов, вернувшихся из Польши, было невелико, а поэтому, как и в Моравии, монголы не смогли захватить ни одного значимого города. Так, Словакии монголам не покорились Братислава, Тренчин и Нитра. В конце 1241 года наступил благоприятный момент для продолжения экспансии. Река Дунай редко замерзает, однако суровой зимой 1241-42 годов на Европу опустились сильные холода, из-за чего Дунай покрылся толстым слоем льда и перестал быть препятствием для монголов. В декабре основная часть монгольской армии подступила к Эстергому. Этот богатый город был тогда одним из ведущих торговых центров Восточной Европы. Его архиепископ носил титул примаса Венгрии, главного церковного авторитета в королевстве, а городской замок часто служил резиденции короля и его двора. Монголы согнали множество пленных для того, чтобы землей и их телами засыпать ров Эстергома, в то время как по крепостным стенам днем и ночью били сразу 30 камнеметов. Жители стойко оборонялись, а когда стало ясно, что им не удержаться, решили не оставлять захватчикам ничего ценного и уничтожить свое имущество. Были сожжены все склады товаров, все драгоценности зарыты в землю, а лошади перебиты. Город пал после продолжительных уличных боев и взбешенный Батый приказал растерзать всех, кто выжил. Однако и после этого монголам не удалось захватить цитадель Эстергома, в который засел отряд арбалетчиков во главе с испанцем Симеоном. В это время Кадан переправился через Дунай у Пешта и атаковал Буду, используя огнеметные машины. Активное применение зажигательных снарядов подтверждает свидетельство хрониста Фаммы Сплицкого, который писал, что город монголы сожгли до того, как взяли. Впрочем, завоевательный заряд монголов ослабевал на глазах. Сохраняя за собой принципиальную победу, монголы все чаще упускали частые случаи сопротивления. Захватчикам не удавалось захватить даже такие небольшие укрепления, как монастырь святого Мартина Панонского возле Дьера. Не говоря уже о крупных городах, подобных Секеш-Фехервару, не открывшему ворот степным корпусам. Несмотря на тяжесть похода и отдельные неудачи, монгольское войско продолжало двигаться вперед. Вскоре передовые монгольские отряды вступили на территорию Священной Римской империи и стали грабить австрийские земли. Однако в марте 1242 года произошло непредвиденное событие. Из далекой Монголии к Батыю прибыл гонец и сообщил о том, что десятью неделями ранее скончался Великий Хан Угадей. По закону это обязывало всех чингизидов явиться в коренной улус для участия в Курултае, где им предстояло провозгласить нового повелителя. К тому же монгольские войска к тому моменту были сильно истощены, а потому смерть Великого Хана стала для Батыя подходящим предлогом для отхода в степи. Весной 1242 года монгольское войско достигло пределов своей экспансии в Европе. К границам Священной Римской империи монгольские штандарты больше никогда не вернутся. Выкупившись из австрийского плена, король Бела в мае 1241 года осел в Загребе, где все лето ожидал дальнейших действий захватчиков. Заметив оживление монголов в начале зимы, он отправил свою жену и сына в Далмацию, а вскоре и сам прибыл туда. Первоначально король планировал укрыться в Сплите, город располагал сильными укреплениями и крупным гарнизоном. Однако из-за подозрений в измене Бела не решился вступить в Сплит и избрал себе другое укрытие, расположенное неподалеку город Трогер. Здесь король пробыл до марта 1242 года, когда монгольское войско начало отход из Европы. Впрочем, несмотря на разгром венгерской армии на реке Шайё и взятие Эстергома, завоевание Венгрии не могло считаться успешным, пока был жив законный правитель. На поимку Белы Баты отправил в Далмацию корпус Кадана, который должен был по дороге разорить все земли на побережье Адриатического моря. Пройдя вдоль северного берега озера Балатон, армия Кадана быстро двинулась в Хорватию. Известие об их приближении спровоцировало панику среди местного населения, которое поспешило укрыться в горах и лесах. По пути в Загреб монголы, по-видимому, встречали ограниченное сопротивление. Крепость Кальник устояла, однако остальные селения в округе подверглись погрому. Археологические находки в этой местности указывают на кратковременный перерыв в использовании местных кладбищ как раз примерно в середине XIII века. К тому моменту, когда монголы достигли Загреба, Кадан получил сведения о бегстве Белы. Столицу Хорватии это, впрочем, не спасло от разорения. Большая часть Загреба, включая собор в верхнем городе, была разрушена до основания. Дальнейший поход по Адриатическому побережью стал для корпуса Кадана тяжелым испытанием. В горной местности Далмации практически отсутствовал подножный корм для монгольских лошадей. Чтобы ускорить движение своих полков, Кадан даже приказал казнить большое количество пленных венгров. В районе Сплита и Трогера Кадан оставался весь март 1242 года. К Сплиту монголы подходили несколько раз, но так и не решились на штурм. Решив, что Бела укрылся в горной крепости Клис, расположенной неподалеку от Сплита, монголы начали ее штурмовать. Но как только выяснилось, что венгерского правителя здесь нет, они отказались от штурма, и двинулись в направлении Трогера. Получив известие, что монголы выступили против него, Бела, опасаясь оставаться в городе, сел на корабль с намерением наблюдать за передвижением врага на расстоянии. Однако его беспокойство оказалось напрасным. Разведчики Кадана вскоре обнаружили, что узкая полоса земли, отделяющая город от материка, непроходима из-за большого количества ила. В итоге, так и не взяв ни одного города в Далмации, Кадан покинул ее и двинулся далее вдоль побережья. В апреле 1242 года монголы смогли овладеть хорошо укрепленным городом Котор, но вот Дубровник даже не пытались штурмовать. Весной-летом 1242 года их уделом были грабежи сельского населения и захваты небольших городков. Большая часть территории, куда вступали всадники Кадана, находилась под сербским сюзеренитетом, однако никаких сведений о реакции Стефана Владислава 1 сербского правителя в источниках не сохранилось. Можно предположить, что он не осмеливался противостоять захватчикам в открытом бою. Сведения отсутствуют и о действиях Кадана в самой Сербии. Известно только, что Кадан в конце концов объединил силы с Баттеем в Болгарии. Предполагается, что захватчики следовали от побережья Адриатического моря до реки Дрина, а оттуда на Сердику через Призрен и Ниж. Нападение монголов в самое сердце сербского королевства не преследовало завоевательных целей, а поэтому разрушения почти не оставили археологического следа. Примерно в это же время отступавшие основные силы Батыя штурмом взяли Белград, расположенный к северу от линии движения Кадана. После этого обе армии вступили на территорию Болгарского царства. В 40-х годах XIII века Балканы переживали период политической нестабильности. Столетиями этот регион был экономическим центром и военным оплотом Византийской империи. Все изменилось в 1204 году, когда войско крестоносцев, изначально направлявшееся в Святую Землю, объявилось под стенами Константинополя, завладело мегаполисом и подвергло его невиданному погрому. Империя раздробилась на несколько отдельных государств. Латинскую империю во главе с бывшими крестоносцами, Второе Болгарское царство, Никейскую империю, Эпирское царство и другие. Буквально сразу же после падения Константинополя в регионе началась борьба всех против всех, и к приходу монголов осколки Византии оказались настолько истощены многолетними распряме, что практически не имели сил для сопротивления. Разорение монголами Болгарии является одним из самых туманных эпизодов западного похода. Несколько источников упоминают о действиях Батте и Кадана в Болгарии, однако ни один не дает исчерпывающих сведений о событиях. Все, что есть в нашем распоряжении, это отдельные упоминания о взятии крупных болгарских городов, Тырнова и Анхиалоса, а также археологические свидетельства разрушений в Червене, Преславе, Варне и других населенных пунктах. Французские хроники сообщают, что болгарский царь Иван Асень II смог разгромить монголов на одном из перевалов, однако современные исследователи высказывают сомнения по этому поводу. Как бы то ни было, Иван Асень быстро осознал несопоставимость сил и признал себя монгольским данником. Последнее столкновение в ходе западного похода произошло вблизи Константинополя. По сообщению анонимного австрийского хрониста, латинский император Балдуин II выступил против завоевателей, победил их в первом бою, но потерпел поражение во втором. Скорее всего, сражение все-таки было одно, и в ходе него монголы применили обыкновенную тактику ложного отступления. Покинув пределы Латинской империи и Болгарии, монголы, наконец, устремились обратно в степи. Семилетний западный поход завершился. Европейский поход монгольской армии привел к масштабному опустошению восточноевропейских королевств. Как и на Руси, большинство крупных городов были сожжены, торговля нарушена, а сельскохозяйственные угодья вытоптаны степной конницей. Без сомнения, монголы увезли с собой колоссальный объем награбленных богатств, однако в стратегическом плане поход Батыя не достиг своей главной цели. Дойти до последнего моря монгольским армиям не удалось, а разоренные Польша и Венгрия так и не стали частью монгольской империи. И хотя в будущем их земли вновь познают на себе степной ураган, целью этого урагана будет не более чем обычный грабеж. Монгольское вторжение ничему не научило европейских феодалов. Польские князья продолжат сражаться за Краков, втягивая соседей в свои конфликты. Активным участником польской грызни станет Даниил Галецкий. Вскоре после ухода монголов он вернется в свои земли и в короткие сроки покончит с сопротивлением местного боярства. Его западные соседи, Белле IV и Фридрих II, начнут с утроенной силы мстить друг другу за прошлые обиды. Беле IV была уготована отдельная роль в истории венгерского государства. За несколько лет, последовавшие после нашествия, он сумеет восстановить экономику и военную мощь всего королевства, за что впоследствии его назовут вторым основателем в Венгрии. Жизнь в восточноевропейских королевствах и княжествах приходила в норму. Будто бы нашествие было лишь мимолетным эпизодом, который больше не повторится. Грядущие события вскоре развеют эти иллюзии. Большое спасибо за просмотр и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok